Панцевий Жирнов, экс-певробитник КДБ и службы зовнишней разведки России. Сергей Олегович, здравствуйте, рад вас видеть, рад приветствовать. Здравствуйте, Юрий, привет всем нашим зрителям. Спасибо, что вы нашли для нас время. Мне кажется, довольно интересная тема, не так о Пригожине, о том, как похорон прошел, что этому всему предшествовало, взрывы и прочее, как о том, что будет постфакт, что будет дальше. И вот интересно, господин Осечкин утверждает, что не так сладко все будет для семьи Пригожина, для дочерей, сыновей, для матери и так далее, и вот он на их месте бы как-то обезопасил себя. Как вы считаете, что может быть и будет ли что-то с ними, где они могут скрываться, скрываются ли они? Я тоже ссылаясь, кстати, на другие источники, журналисты писали о том, что они уже давным-давно выехали за пределы России. Кто-то пишет о том, что у них есть компромат на Путина, потому что они знают, как происходили все схемы, извините, на слове мутки в бизнесе Пригожина. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что, во-первых, они не являются никакими собственниками никаких компаний, потому что точно так же, как Пригожин не являлся никаким собственником никаких компаний. Мы все понимаем, что это деньги Путина, что это деньги были распилены у бюджета, государственного бюджета, о чем, кстати, Путин нам подтвердил это сам лично на камеру и сказал, что Вагна финансировал он сам, что Пригожин является просто подставным лицом, через компанию которого, вот как правильно сказал Осичкин, что просто через эти компании были проводки, и они осуществляли возможность. То есть, грубо говоря, Пригожин был управлен сам менеджером, который просто занимался тем, что переводил потоки финансовой Российской Федерации якобы в какие-то частные компании, которой ЧВК Вагнера никогда не являлся. Он являлся подразделением, кстати, рассматривался как секретное подразделение Министерства обороны, он входил в структуру Главного разведывательного управления, там, кстати, туда отбирались бойцы спецназа ГРУ, туда отбирались бойцы спецназа из других силовых ведомств. Вот, и здесь, на самом деле, все это такая, ну, в общем, для знающих людей все это было прозрачно и до этого. Но проблема заключается в том, что вот, поэтому, кстати, вы рассказали, что вот его мама там, она, кстати, там ездила куда-то там на шопинг в западные страны, ей удалось выйти из-под санкций, ей удалось добиться, что с нее сняли санкции, потому что она сказала, что я к своему сыну не имею никакого отношения, и это проблема западного мира, потому что в западном мире для того, чтобы кого-то наказать, нужно вам, на вас лежит бремя, доказательство того, что этот человек представляет какую-то опасность, нарушает какие-то законы там и так далее. И вот если вы однозначно это не докажете, то этого человека не могут внести в список просто, потому что вам кажется, что вот логично было бы его внести. И поэтому это, кстати, ответ на те все вопросы, а вот почему там, допустим, бывшая жена Путина до сих пор не под санкциями, а почему ее новый муж не под санкциями, а почему там Кабаева до последнего времени была не под санкциями. Вот это вот объяснение такое. Конечно, у этой всей семьи теперь, когда всем стало понятно, что ей, когда Путин сказал, что все компании Пригожинские, их финансировало государство, значит, теперь государство в лице Путина поставит новых управленцев, новых собственников компаний, потому что всем понятно, что эти все потоки – это не семья Пригожинская. Это вот просто на них там числилось. Сейчас Пригожина не стало. Пригожин числится уже предателем, врагом народа, его ликвидировали. И по этому поводу все должно быть переписано на новых подставных лиц. И, конечно, в этом смысле, если семья Пригожина, его дети, его жена, его мама начнут говорить, что это наша собственность, и мы не хотим его отдавать, то им напомнят историю с Ходорковским, им напомнят историю с Пугачевым, с Сергеем Пугачевым, им напомнят историю еще нескольких олигархов, которые были связаны, вот там эти самые олигархи, я сейчас не помню, как их точно фамилии, которых, кстати, тоже присадили. То есть это уже не первый случай. И, в общем, в Российской Федерации вообще, если какие-то богатые люди считают, что у них есть какая-то гарантия богатства, они очень сильно заблуждаются. И, кстати, поэтому они должны раз и навсегда понять, что им надо срочно сколупывать этого Путина, потому что путинская Российская Федерация показала самое главное другое. Она не гарантирует вообще никому никакое право собственности. В ней нет никакого капитализма. В ней нет никакой частной собственности. ни у какого человека нет гарантии, что по суду ли, по решению ли политическому, по решению какому-то подложному Федеральной службы безопасности, еще чего-нибудь, у них не отнимут в любой момент, любая компания может быть переписана на кого угодно, состряпано любое гражданское или уголовное дело, и у вас все отберут, и останетесь гол как сокол, и ни рожек, ни ножек не останется. И в этом смысле, конечно, семья Пригожина должна задуматься, как ей дорежить дальше. Но, с другой стороны, вот мы видим, например, что у Путина есть, например, он давал когда гарантии отдельным людям, встроенным в его вертикаль, семья Ельцина, например, дочка Татьяна с ее мужем Юмашевым, Валентин Юмашев до апреля 1922 года был даже, оставался все это время, даже начиная с ухода Бориса Ельцина из Кремля, он оставался советником президента Российской Федерации. У него была корочка, у него был кабинет, у него была возможность там участвовать, он получал какие-то документы, то есть, в принципе, он представлял таким образом, абсолютно был вписан в путинскую вертикаль. Вот, и еще несколько таких вариантов есть, и вот самый красивый из этих вариантов – это Собчак, Ксения Собчак, которая, значит, дочка бывшего ментора Путина, и, кстати, ее мама тоже, которая остается членом Совета Федерации, сенатором, которая защищена таким образом, значит, государственным иммунитетом. Вот, и Путин по отношению ко всем этим людям блюдет свои обязательства, взятые или данные им очень-очень давно, там Собчаку это было дано, и даны эти обязательства еще там с 90-х, в середине 90-х годов, вот о семье Ельцина в момент перекладывания власти с 99-го по 2000-2000 год, и все это, вот эти обязательства Путин соблюдает. Обязательства по отношению к Пригожину, скорее всего, соблюдаться не будут, потому что он сам их нарушил, то есть он считается, что он же, во-первых, своим мятежом пошел против Путина раз, и, во-вторых, даже после того, как ему его, как бы, типа помиловали, ему сказали, что ему гарантированно иммунитет от уголовного преследования и даже там от просто преследования, вот он ведь сам, на самом деле, еще создал прецедент для того, чтобы Путин нарушил свое слово, потому что он выступал все-таки хоть и немного, но он выступал перед медиа, он пытался играть какую-то собственную скрипку, возможно, он пытался сохранить какие-то куски своей собственности, которую он считал своею, а на самом деле была собственность Путина, и, возможно, кстати, это и было главной причиной, почему его убрали, потому что, строго говоря, за то, что он был предателем, ему можно было посадить в тюрьму, а вот когда он начал Путину говорить, что вот там, я не знаю, алмазные копии где-нибудь в Африке, это не твои, а мои, вот ему тут показали, что чьи копии, и как к нему будут относиться, как с ним будет расправляться Путин, если он будет продолжать точно так же Путину говорить, что это мои копии и мои алмазные золотые рудники, я не знаю, платиновые рудники, что это все мое. Сергей Олегович, господин Буданов, руководитель ГУРМО, дал развернутое интервью, и он намекнул, он не сказал, но намекнул на то, что ГУР мог сотрудничать, главное управление могло сотрудничать с Пригожиным, но все подробности, он говорит, только после войны, после окончания войны. А как вот это происходит? Это вербовка, это, ну вот, то есть как это происходит, как это устроено? Нет, на самом деле здесь это троллинг абсолютно Кирилла Буданова, он не раз уже этим занимался, это, конечно, очень смешно. Для меня, как для бывшего старшего офицера разведки, это абсолютный троллинг, потому что никакой руководитель разведки никогда не сдает никакую свою агентуру. И даже после того, как она исчезает, даже после того, как ее убивают, эти все материалы хранятся в секретной особой важности, 30-50 лет, у некоторых даже там вообще без срока давности. И, конечно, никакой начальник разведки никогда не скажет, что я кого-то там завербовал и так далее. Другое дело, что когда Кирилла Буданова говорит, что Пригожин работал на нас, это он пытается бить в клин в работу спецслужб Российской Федерации, потому что мы знаем, что Путин очень мнительный человек, вокруг него тоже все маниакально люди боятся проникновения западных, украинских спецслужб внутрь Кремля и внутрь российской инфраструктуры, и, самое главное, людей, которые вокруг Путина принимают решения. И поэтому каждый раз, когда Кирилл Абуданов это говорит, они, вот мы, так сказать, профессионалы, понимаем, что за этим ничего не стоит, что это просто розыгрыш такой, троллинг, но они не могут так себе сказать. И они говорят, а вдруг это он правда, а вдруг хоть немножко, хоть маленький есть процент того, что он говорит правду. И тогда нам надо снова перетряхивать всю эту колоду, и таким образом Буданов добивается дезорганизации какой-то внутренней работой в Кремле и в российских спецслужбах. Это работает вот такая тактика? На Путина, да. Потому что Путин абсолютно сумасшедший человек и абсолютно трехнутый на безопасности, на предательствах, на верности и так далее. И ему люди должны каждый день, я не знаю, доказывать 25 раз на дню, что они ему верны, что они его еще не предали и так далее. И в этом смысле, да, вот эти разговоры, они не работают, допустим, заявления Буданова абсолютно не работают на меня, потому что я вообще не считаю никакое заявление публичное начальника, любого начальника разведки, не только украинского, но и когда это говорит ЦРУ, директор ЦРУ, директор МИ-6, директор, я не знаю, ДЖИСО французской, еще и таких МОСАД какого-нибудь израильского, для меня это не работает, потому что я знаю, как это работает, я знаю, что никакие секретные агенты публично не оглашаются, и если у человека, вот допустим, у какой-то спецслужбы есть свой агент внутри Кремля, внутри спецслужбы, то начальник разведки не может выходить на телевидение и говорить, что «а у нас вот есть, вот видите, вот ручки вот здесь, а наш агент там у вас в Кремле». Значит, вот это вот вещь, абсолютно не работающая в реальной разведке, в реальных спецслужбах. Но на Путина это работает, потому что он трехнутый на голову. Очень интересно. Также Буданов рассказал о попытках покушения на Зеленского, но я хотел бы спросить о другом. Можно ли сейчас успешно спланировать, вот сейчас, успешно спланировать ликвидацию Путина? Это возможно? Или там сверх меры безопасности? Нет, можно спланировать ликвидацию кого угодно. Другое дело, спланировать это одно, а провести это другое. Вы знаете, за всю историю существования Фиделя Кастро и Кубы планировалось там, я не знаю, 135 покушений на Фиделя Кастро, и ни одно из них никогда не было проведено, по этому поводу даже в Голливуде снят очень смешной фильм, называется «Company Man», «Человек из компании», когда, значит, вот там с Вуди Алленом, значит, очень смешные вещи, кстати, про Горбачёва, потому что, значит, тогда вот Горбачёв, типа, приехал на Кубу, а там из ручки капают чернилами, отравленными на Фиделю Кастро, а эти чернила попадают на Лысину Горбачёва, и отсюда у него возникает пятно, вот это очень смешная штука, но это один, а на самом деле там куча гротесных абсолютно ситуаций, вот, но реальность-то такова, что реально против Фидери Кастро были очень много покушений, ни одно из них не закончилось ничем, и он умер тихо-спокойно от старости на Кубе и так далее, вот. Но, в принципе, можно там планировать покушения, вот, кстати, точно так же планировались покушения на Гитлера, и ни одно из них не дало никакого результата, и больше того, даже вот тогда, когда у него там в бункере взорвал полковник военный бомбу... Оставил чемодан, да. Да, Гитлер выжил, и это укрепило, наоборот, его какой-то имидж, потому что люди поверили в его, вне, так сказать, в неестественные или неестественные, суперестественные какие-то возможности, потому что, значит, его судьба бережет, его судьба охраняет, там было несколько смертей, но вот он, значит, не погиб и практически там отделался просто страхом и какими-то царапинами. Вот, так что, в принципе, в этом смысле, конечно, покушение – это не самая простая вещь, но обычно, когда они делаются, они делаются самым простым способом является завербовать кого-то из охранников, то есть изнутри. Вот это самый реальный способ, да, потому что все остальное слишком сложно, или наоборот, когда вы, я не знаю, там, грубо говоря, вы бьете ядерные ракеты по бункеру Путина, и все, и до свидания. Но надо быть убежденным, что Путин находится именно в этом бункере, и именно тот Путин, да, потому что мы знаем, что у Путина все-таки есть подозрения, что у него есть какие-то двойники. Даже с Пригожиным у нас до сих пор есть немножко сомнения, а тот ли это Пригожин убит, потому что у Пригожина было три официальных двойника, три человека, которые носили ту же самую фамилию по паспорту. Да, и самое смешное, что сейчас появляется очень много фото, даже видео какое-то есть. А то, значит, люди, ну, просто максимально похожи на Пригожина. Вы помните еще, кстати, не так давно было видео о том, как Пригожин, значит, едет на машине и говорит о том, что я жив, и всем любителям просуждать о моей смерти, личной, там, интимной жизни. Сейчас вторая половина августа и прочее, прочее. Слушайте, так это технология или это просто, ну, знаете, в качестве мема посмеяться, кто-то запускает, раздразнить кого-то, кому-то поднять настроение, что-то еще сделать? Или это действительно технология? Я думаю, что он, на самом деле, это записал реальное. То есть вот то, что я видел, это похоже на реальное видео. Дальше мы с вами не можем сделать окончательное решение, потому что это нужно тогда взять видео, это тогда надо взять программы аналитически, то есть смотреть, есть ли изменения какое-то, видеоряд отсматривать, пиксели каждый просматривает, нет ли каких-то вещей. Но это возможно сделать и с помощью программы DeepFake. То есть, ну, мне кажется, что это было реальное видео, просто оно было снято зараньше. Но вот когда история с Пригожин, там, с похоронами прошла, я, кстати, уже говорил в нескольких интервью, что теперь такие видео будут появляться десятками, потому что просто люди вокруг него, они заинтересованы в том, чтобы Пригожинский миф продолжал жить. Вот, а он записывал много, он был в этом смысле очень, так сказать, активным человеком, и поэтому даже из его, так сказать, видеоряда, которое много-много отснято, можно с ножницами, с виртуальными, телевизионными, настричь интервью, которые там, и сделать, любое интервью на любую тему, это известная штука, которые там, и в советское время еще и можно было уже такие вещи сделать, а уж при современных технологиях тем более. Как вы считаете, кто может быть следующий после Пригожина? Да кто угодно может быть следующий после Пригожина, вот, но на самом деле таких людей, как Пригожин, мало, и таких людей очень-очень мало. Я бы сказал, что, скорее всего, может, вот, больше всего похож на таких людей олигарх Малафеев, потому что олигарх Малафеев, который владеет каналом Царьград, который принадлежит к такой резко националистической и такой полуфашистской страте российского политикума, и вот он больше всего подходит на следующую цель, потому что у человека есть много денег, у человека есть медийная кампания, у него нет армии, но у него есть возможность влиять на умы через свои медийные средства, и он представляет гораздо большей, кстати, допустим, опасность для Путина, чем тот же самый подсаженный уже Гиркин, это Гиркин, который сидит в СИЗО. Ну, кстати, тот же самый Гиркин, который сидит в СИЗО, когда он сейчас сказал, что он выставляет свою кандидатуру на президентские выборы, он таким образом вообще заявка, это сильная была заявка, у него, правда, за ним ничего не стоит, вот что, в чем проблема, у него нет армии, у него нет денег, у него там нет никакой медиаимперии, но люди, которые голосовали за Пригожина, которые потенциально могли голосовать за Малафеева, за Дугина, они могут сплотиться вокруг Гиркина, тем более, что, скорее всего, его осудят, а здесь таким образом из него сделают некого мартира, значит, жертву очередную, типа Навального, но немножко для другого электората, для более радикального электората, чем электорат Навального, и таким образом он, кстати, правильно сделал, потому что для него это единственная возможность остаться живым, потому что если сейчас его убьют, то тогда все будет, так сказать, как бы автоматически повиснет на Путина, это будет Путину очень неприятно накануне выборов, хотя мы все знаем, что никаких выборов нету, что все это подделано, но очередную такую историю после гибели Пригожина для Путина будет все-таки неприятно. Многие сегодня обратили внимание на видеообращение Кадырова, и многие отмечают, да что многие отмечают, все, наверное, кто смотрит, кто смотрел, я не знаю, видели, вы не видели, но он в крайне ужасном состоянии, он очень плохо говорит, он очень плохо выглядит, и к тому же еще умудряется угрожать штатам, значит, он сказал о том, что если только Соединенные Штаты вот прямо сейчас не снимут санкции с моей матери, я это просто так не оставлю, но это все частности на самом деле, то, как он себя чувствует, вот это удивляет. Ну, кого удивляет, кого не удивляет, не знаю, но правда ли то, что он болен, что у него большие проблемы со здоровьем, что лечится он где-то в Эмиратах, или там врачей ему присылают из Германии, и у него с почками, то ли с почками, то ли с чем-то еще описали проблемы. Здесь не нужно никакой коспирологии, достаточно посмотреть, вот как вы правильно сказали, достаточно просто посмотреть видео, и, кстати, не первое видео, а все последние, где он явно набрал изглючительный вес, где у него изменился цвет лица, где у него меняется дикция, где у него меняется поведение. То, что он ездил в Объединенные Арабские Эмираты, по-моему, ну куда-то там на Ближний Восток, или в Саудскую Аравию, или в Катар, или в Катар лечиться, это факт. То, что у него есть врач, лечащий из Среднего Востока, это факт, это установлены все вещи. И то, что у него есть проблемы со здоровьем, это факт, который не требует даже подтверждения. Другое дело, что насколько это реально может отразиться на его здоровье, это вот так подкосить его, да, и там сложить в постель, это здесь мы не можем ничего сказать, потому что мы с вами, во-первых, не врачи, во-вторых, у нас нет доступа к его истории болезни, но то, что он выглядит явно не как нормальный здоровый человек, это видно любому невооруженным глазу. А то, что, кстати, по поводу истории болезни, но не Кадырова, а Путина, это уже избитая тема, на самом деле, но все равно интересно полюбопытствовать, узнать, расспросить вас. У вас журналисты во многом писали о том, что, значит, и онка у него, и что многие врачи с ним ездят, и что он ударяется в какую-то абсолютно нетрадиционную медицину и занимается какой-то, в общем, вот здесь не хотелось бы употреблять все эти слова, но вы понимаете, о чем я. Все это соответствует действительности? Это измышление, возможно, знаете, это хайп? Или действительно есть какие-то проблемы? Ну, я так думаю, что истина находится где-то посередине, то есть вот даже люди, с которыми я иногда работаю на одних и тех же площадках, говорят о том, что вот он умирает от онкологии, я в это слабо верю, откровенно говоря, хотя, кстати, их сведения довольно часто подтверждаются, но просто это, скажем так, оговорка, потому что когда мы не знаем этого изнутри, то мы не можем ничего утверждать, мы можем только там спекулировать на каких-то версиях и говорить, что Путин там действительно, он иногда там какие-то с ним странные вещи происходили, но вот самая странная история, это история в прошлом году, когда он гулял там с дочкой Шойгу и Шойгу в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, да, и там отмахивался от комаров левой рукой с правой стороны, а правая рука у него висела как плеть, то есть опять же здесь не надо быть никаким специалистом ни по медицине, ни каким конспирологом, чтобы было видно, что у этого человека на этом видео были явно проблемы психомоторные и тому подобное. Насколько все это далеко дошло, здесь я не берусь спекулировать. В любом случае, на самом деле, вы знаете, эта история про его здоровье, я ее считаю такой отвлекающей нас от других важных тем, потому что если мы постоянно говорим о здоровье Путина, значит мы говорим о том, что он может умереть когда угодно, довольно быстро, скоро, вот этим занимался Брежнев, причем этим Брежнев занимался последние пять лет своего существования, то есть он сидел 18 лет у власти, и вот последние пять лет он постоянно говорил о том, что он вот не сегодня, завтра умрет, и это он говорил для того, чтобы никто не устраивал переворот государственный, его бы не свергали, потому что зачем подвергать себя опасности, если человек сам умрет через три дня. Это продолжалось пять лет с Брежневым. Я уже рассказывал историю с Миттераном, которого избрали в 1981 году, ему через неделю после того, как он заехал в Елисейский дворец, был поставлен диагноз РАК, и он с этим диагнозом благополучно правил два срока по семь лет. По этому поводу давайте не будем надеяться на то, что у Путина что-нибудь там откажет. Нам важно не сам Путин, а нам важно Путин как политический деятель, Путин как руководитель государства, Путин как человек, который ведет эту войну, и Путин как руководитель путинского режима. То есть нам гораздо интереснее, как упадет путинский режим, а не столько, как быстро умрет сам лично Путин. Как он может упасть, как вы думаете? Он может упасть изнутри, он может упасть под тяжестью абсолютно идиотского решения, которое Путин принял 24 февраля, вернее раньше он его принял и начал начиная с 21 февраля признание независимости Луганской и Донецкой республик в понедельник, и потом в четверг 24 февраля, когда он начал огненную фазу войны. Этим и тем, и другим решением Путин на самом деле поставил крест на собственном режиме. То есть исторически ничего иного, как падение режима Путина, не произойдет. Проблема заключается в том, что история эта дама очень странная, и она иногда нас кормит обещаниями в течение многих лет, десятилетий. Римская империя разваливалась три века, три века, 300 лет. Но она пала в результате, Римской империи не осталось. И не осталось Португальской империи, не осталось Испанской империи, не осталось Французской империи, не осталось Голландской империи, не осталось Британской империи. Все империи, немецкие империи, Османские империи, все империи так или иначе разрушились. Единственная империя, которая остается, это Китайская, но и то, которая уже существует не как империя, а как, я не знаю, другое некое государство. Но все-таки, скажем так, для Китая Это было менее болезненно, чем для всех остальных, хотя и они тоже теряли какие-то территории. Их территория, миллион квадратных километров были переданы Российской Федерации, потом у них были еще потери какие-то. Но суть историческая очень проста. Все империи должны всегда распадаться. Это доказано всей истории человечества. Сергей Олегович, позвольте в заключение поинтересоваться, расспросить вас по поводу состояния российского ядерного оружия. Почему? Потому что сегодня стало известно, что на боевое дежурство поставили ракетный комплекс «Сармат». Вообще, хоть кто-либо знает в этом мире, в каком состоянии сейчас находится российское ядерное оружие? Стратегическое ли? Тактическое ли? Что происходит? Разведки мира в курсе? Разведки мира в курсе, но никто до конца не знает истинного положения дел. Все предполагают, кстати, сама Российская Федерация не знает истинного положения. Путин до конца не знает, начальник генерального штаба и министр обороны не знают до конца, и начальник воздушно-космических войск не знает. Потому что это огромная территория, потому что есть сомнения, потому что нужно поддерживать работоспособность этого оружия. Есть сомнения, что вообще 100% этого оружия реально в рабочем состоянии находится. Потому что в России просто нет столько денег и столько усилий, потому что там надо заменять регулярно какие-то там компоненты радиоактивные, которые просто перестают работать. И в Российской Федерации, похоже, нет средств и даже ученого-контингента для того, чтобы этим делом заниматься. А вот сейчас, когда они рассказали об этом в Сармате, это надувание щек. Это типичное надувание, такое же надувание щек, как с Луна-25. А вот с Луной-25 надували щеки, а потом теперь говорят, что капиталистическая, империалистическая Луна изменила свой полет для того, чтобы ударить российский спутник замечательный, и поэтому он погиб как смертью храбрых. А на самом деле мы понимаем, что Рогозин развалил эту самую космическую отрасль как никто. Борисов, который его заменил, на самом деле ничего лучше сделать не может при всем его более серьезном положении. Ну, скажем так, Борисов меньше пиарится. Мы его не видим практически, у него нет никакого видео. То, что Рогозин там постоянно целыми днями пиарился и говорил, что то на Марс, то на Луну, то еще куда-то. Борисов молчит в тряпочку. Но этот Сармат – это надувание щек, потому что они в прошлом году запустили с большим трудом единственный Сармат. В этом году, когда было испытание, по-моему, 22 или 21 февраля, то есть накануне речи Путина, или 20 февраля, накануне речи Путина перед Федеральным собранием, которую, кстати, по моим раскладкам, ее потому и отложили с прошлого года, потому что Путин хотел, чтобы накануне этой речи обязательно запустить второй Сармат. И в прошлом году это дело не получалось, не успевали они. И Путин пошел на нарушение Конституции Российской Федерации, которая обязывает его раз в год обращаться с такой речью перед Федеральным собранием. Он сказал, ну какая разница на месяц раньше, на месяц позже. И я понял, когда накануне этого выступления сделали попытку запустить второй Сармат, для чего Путин откладывал это дело. Но проблема заключалась в том, что этот Сармат плохо сработал, говорят, вторая ступень упала и полетела. Первая ступень отработала нормально, вторая отработала плохо. И, кстати, поэтому Путин в своей речи его даже не упомянул. Не упомянул этот запуск, который состоялся накануне, из которого он на самом деле должен был сделать, я не знаю, гвоздь программы, сказать, что вот мы запустили новый Сармат. И, кстати, тогда они собирались его ставить на боевое дежурство. Я вам напомню, что программа Сармат, его должны были поставить на боевое дежурство чуть не 10 лет тому назад. И вот в течение всего этого дела, всего этого времени, все эти сроки сдвигались, 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 и все не могли, не могли поставить. Потому что, если вы посмотрите, сколько раз они объявляли, что Сармату уже передаются войска, что начинается серийное производство, что ставится на боевое дежурство, и это все фикция. И, наконец, в этом году они собрали, может быть, новый, один, единственный Сармат, который у них есть, и его поставили на боевое дежурство. То есть, на самом деле, это элементарное надувание щек, это глупость обыкновенная путинская, потому что нужно было ставить, если у вас там есть, я не знаю, десяток таких ракет, 20 таких ракет, 30 таких ракет, а когда есть у вас одна, да и то вы не убеждены, что она полетит туда, куда вы захотите, и говорить о том, что мы ее поставили на боевое дежурство, это, в общем, Луна-25 и Сармат, который упал в феврале этого года. Шикарная точка. Спасибо вам большое за этот эфир. Он мне очень понравился, было очень интересно. И, собственно, наши зрители тоже оценили. Берегите себя и до скорой встречи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok